Всем привет! В эфире Этнографика и сегодня мы продолжаем серию выпусков под названием Черноморский фронтир, в которой я буду рассказывать о поселках Черноморского побережья, о селениях, хуторах, которые появились там в 19 веке после начала колонизации края, после ухода местного коренного населения из адыгов и убыхов, в результате Кавказской войны. Ну и за день, конечно, черкесскую историю немножко. Да, у нас немножко на фоне тут шумит, дождик не прекращается, холещет со всех сторон, поэтому будет немножко посторонних звуков, не обращайте внимания. Издержки погоды. В прошлом выпуске наш путник двигался в сторону речки Псюзоапсе от Сочи к Лазаревскому и сегодня он достиг поселка Лазаревского и микрорайона, как правильно сегодня его называют микрорайона Сочи. И сегодня поговорим об этом селении и о долине Рекипсюзоапсе. И прежде чем мы начнем, я хотел бы обратить еще ваше внимание на то, что канал здесь содержится за счет ваших пожертвований и подписок, и спонсорства, поэтому буду очень рад видеть вас в числе подписчиков канала. Как это сделать, можете посмотреть в описании к данному ролику, ниже, через средства ютуба, сайта Patreon или Boosty.tube. Поехали! Местность, на котором находится сегодня селение Лазаревское, в прошлом у адыгов была известна как Вайя, долина Вайя. В прошлом она была болотистая весьма, и поэтому местные адыги-шапсуги селились в основном на окрестных холмах, они, конечно, не в устье реки, на этих равнинах прибрежных. Их использовали только для выпаса скота или для ведения каких-то хозяйственных дел. В 1839 году в этой устье реки Псюзоапсе высадился крупный российский десант военный. Там обосновался и построил форт Лазаревский. Устье реки Псюзоапсе, или, как оно известно у адыгов, была также Псышу. То есть, примерно, переводится как «добрая вода». Остатки пушек и частей крепостных стен того старинного форта видны сегодня в селе Лазаревском, в сквере имени Адаевского, на улице Каларашина, далеко от берега, недалеко от родильного отделения. Местность, как я уже сказал, была болотистая очень, поэтому серьезно косила от болезней, от лихорадок гарнизон этого укрепления. В том числе здесь погиб известный писатель Декабриз, князь Александр Адаевский. В честь его и назван сегодня сквер на месте бывшего форта. В 1841 году, в результате непредложительной осады, скромный деревянный форт Лазаревский пал под натиском огромной массы наступавших адыгов и убыхов. Многие погибли, многие тогда попали в плен. Выкупили их только через полгода, когда новый десант высадился на побережье, построил более укрепленный форт и прошел с огнем и мечом, очень жестко по дальней реке Псозоапсе, зажигая на своем пути аулы адыгов, не разбираясь особо там, кто прав, кто виноват. Дальнейшая судьба форта продлилась до 1854 года, когда во время Крымской войны из-за угрозы блокировки погрежья Черноморского европейскими державами российские власти взорвали и оставили его, и более не восстанавливали уже. По окончании Кавказской войны все местное население было изгнано в Османскую империю, ушли местные жители, местность опустела. В 1869 году при небольшом военном посте на руинах бывшего форта поселились не в самой долине, а на холмах повыше греческие поселенцы первые из Османской империи, одни из первых. На этом холме до этого был аул известного шапсутского орка Заорубека. Греки долго не оставались на этих местах, они показались слишком уж болотистыми, они перебрались в другие местности по приятнее, так скажем, побережье. Оставшаяся небольшая группа в итоге основала селение Лазаревское, назвав его по имени бывшего форта военного. С 1880-х годов грекам стали подселяться славянские семьи, которые к началу XX века стали доминирующими, но не самой главной, конечно, группой в этом селении. И кроме греков и славян здесь в полях снимали участки себе в аренду грузинские крестьяне, в основном все местные жители занимались разведением табака. К западу от Лазаревского в ущелье реки Куапсе, что с адыгского можно перевести как глубокая река, поселился старый турок Мамед, чья водяная мельница снабжала хлебом первых поселенцев здесь в XIX веке. И позже этим названием назвали все ущелье, которое превратилось в такую сегодня туристическую достопримечательность. И по другой версии ущелье названо по имени адыгского рода Мемед. Настоящую историю старца Мамеда или рода Мемед заменила выдуманная легенда про некоего старца, который, как Сусанин, завел в руки места злодеев-оккупантов в горах и там их бросил. И они за это замуровали его в скале. И легенда эта родилась, собственно, из такого названия местности адыгского или по имени турка, возможно, которое можно условно перевести с чешкейского языка как место, где стоял авангард войска. Отсюда и легенда. К моменту прихода советской власти в 1920 году в Лазаревском проживали помимо греков, славян и грузин, еще и персы, армяне, литовцы, поляки и немцы. То есть это такой многонациональный поселок был. К 1934 году Лазаревская превратилась в центр Шапсукского национального района. И даже его чуть было не переименовали в Шапсукск. Однако официально дело не пошло, но неофициально за ним и сохранялось такое название Шапсукского, то есть центр Шапсукских земель. Вплоть до ликвидации национального района в 1940 году. Вверх по долине реки Псюзлапсе, по ее левому берегу, дорога идет в сторону Ауладхагапш, примерно километров 12. На пути нам встречается селение Алексеевка, которое раскинулось напротив Лазаревки, прям по холмам, по этим на другую столицу реки. Сегодня оно известно как Алексеевское. В этих местах, когда находились густонаселенные шапсукские аулы такого богатого, известного, мощного общества ГОАЕ, Алексеевка появилось изначально как переселенческий поселок Гвай, искаженное от ГОАЕ черкесского. И появилось оно в 1904 году, когда сюда хлынул поток переселенцев из центральной России. И через год они переименовали это селение в честь царевича Алексея, Алексеевской. Людей сюда влекло наличие обильных остатков садов и виноградников, оставшихся от прежних кавказских жителей этого места, адыгов, которые они культивировали и использовали далее. Даже здесь очень много в этих местах находили вот этих квери, то есть глиняных сосудов для вина в земле. Здесь пушечных ядер много находили, вот этих вот отголосков Кавказской войны. Достаточно похожая история и у селения Татьяновка, которое еще выше по реке находится, только в низинке от дороги. В принципе, по той же схеме оно появилось в этих местах. Далее дорога проходит петля и так по горному ущелью и спускается в аул Хагапш, чьи серо-черные богатые минералы и горы ни с чем не перепутались. Аул Хагапш появился после Кавказской войны. Как и Большой Кичмай, будем еще говорить о Хаджико, это Хакучи, то есть те, кто сбежал в горы и не принял ультиматум российских властей, долгое время ввел сопротивление, вот те семьи и отдельные личности. Они потом постепенно, в течение десяти лет спускались в селение Лесное, поселялись, сдавались российским властям в селение Лесное на Бзинте. К ним присоединялись святели из Абазин, Абхазов, Убыхов, с Кубани возвращались. Из этой смеси, грубо говоря, в 1876 году выходцы, когда им разрешили вернуться в родные долины, они перешли, основали Большой Кичмай и основали в том числе Хагапш на старом месте, где жили их предки. Но возникла какая проблема? Первые поселенцы этого аула во время последней русско-турецкой войны в 1877-1878 годах единственные выступили на стороне турок. Турки проиграли и, естественно, боясь расплаты за предательство, люди сбежали в горы, потом их переловили и выселили на Кубань. Несколько семей все-таки сумели сохраниться в горах, потом получили прощение и вернулись на место, но это были уже не такие же значительные семьи, а такое полуопустевшее местечко на месте Тхангамша заселили выходцы из аула Хаджико, которые находятся всего в 10 километрах по лесной дороге, и охотники, заприметив опустевшие места, стали потихонечку переселяться, потому что все-таки мало земли было, не хватало молодим семьям. Вообще же, если вернуться немножко назад к событиям сразу после Кавказской войны, здесь появился в 64-м году пост военный, военный пост 1-го Кавказского батальона, при котором в том числе жили божевые ряд семей, присоединившиеся позже к Кавказу из Лесного. Пост назывался Божьи воды в честь мелкой речушки, находящейся сегодня на территории аула, при которой стоял военный лазарет. И это название возникло из-за того, что больные солдаты часто спускались к ручью, пили в холодную воду, и она оказалась очень полезной для них, минеральной, и они выздоравливали, из-за чего назвали божьими водами. Говорят, еще в советское время были видны надгробия офицерского кладуча бывшего этого военного поста. Так сегодня их почти не осталось, но известна одна единственная могила младенца Вузулевского, сына польского офицера, которого здесь похоренили, и якобы у него были хорошие отношения с местными жителями, так что они обязались ухаживать за могилкой этого младенца, этого офицера, и до сих пор чтят эту память, до сих пор ухаживают за ним. Чуть выше от того, как находятся священные деревья, священные места адыгов-шапсугов, там же находится ущелье с горным потоком туристическое, когда приезжая по огромным валунам погулять, посмотреть на эти водопады туристы, но ручей не такой же простой, в 2015 году он бушевал так, что эти валуны вылетали и сносили дома, так что не все так просто с местной природой. Отсюда же идет туристический маршрут вверх по реке Зуапсена, Грачевский перевал, который был известен как Хакучинский раньше, или Хакуч, где вот как раз скрывались последние, не принявшие тематом российских властей, адыгские, черкесские партизаны в годы после Кавказской войны. Примечательно у Хакучинского еще и тем, что здесь находится один из крупнейших памятников репрессированным адыгам. Это довольно редкая история, потому что массовых репрессий не было, но в отдельных случаях автогабши были действительно массовыми в рамках одного поселения. И очень много жителей страдало от них в 30-е годы. И вот в 90-е поставили такой памятник пострадавшим от репрессий в 30-е годы. Сегодня Хакучинский представляет собой тихий и уютный такой полуудачный уже такой аул, поселок. Многие его жители работают в Сельднем Лазаревском. Опять же все культурные мероприятия, танцы проходят в Лазаревском. В Центре национальных культур там есть танцевальный коллектив Шапсуги, в котором участвуют многие ребята именно с аулы Тхагабш. Поэтому весь культурный центр тоже танцевальный. Он сместился в Сельднем Лазаревском. А сюда больше на выходные приезжают, предпочитают. И самым далеким поселением в долине реки Пизазапсы сегодня считается поселение Марьино. В 20 километрах от побережья к востоку от Аула Тхагабш. В прошлом в этом месте находились аулы разных родов вдоль река Жемси и будущего Тхагабша. После Кавказской войны на территории Марьино располагался первый штаб линейного кавказского батальона, того самого, который Божьеводы дал название, в том числе и Тхагабшу. Распустили его только в 1874 году. Вокруг этого поселка именно формировались изначально некоторые семьи адыгов, шапсугов и убыхов, которые потом переместились на поляну, где сегодня находится аул Тхагабш, и к ним присоединились выходцы из аула лесной или в Сахо. Сегодня Марьино – это тоже небольшой поселочек на горах, полуудачный с шикарными видами на долину реки Пизазапса, через который проходят туристические маршруты верховья реки Пизазапса. Поселок всегда был русским и сегодня тоже остается таковым. На этом все. Делитесь с друзьями, ставьте лайки, комментируйте, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы получать свежие уведомления о новых видео на этом канале. И до новых встреч, всем пока!